есть вопрос один вот в деяниях есть в 19 главе сейчас секундочку есть такое что бог же творил немало чудес руками павла так что на больных возлагали платки и опоясния с тела его и у них прекращались болезни и злые духи выходили из них вот некоторые говорят вот про это место что вот эти поиски все которые там привозят якобы от богородицы там и так далее что вот эти предметы одежды якобы на самом деле вот основание вот этого места так это или нет основание этого места мы не все подал помощь почему после этого 2000 лет никто не воскресал не 2000 лет а 2600 лет никто не воскресал покопают такие мощи которые никакого отношения к елисею не имеют ни исцеления ничего зачем придумывать это это событие было а теперь когда привозят богородицы там платок там или откуда они взяли нет ни доказательств ничего нету то благодатный огонь то на фаворитом сходит облако выдумки на каждом шагу бога не знают еще исцелялись для веры теперь конкретно кто уверовал через это ничего нигде нету а так то как говорится в библии каждого что-то полопать это не можно христос плюнул плюнул землю намазал глаза и чё теперь плевать на землю что ли глаза все мазать мир всем на технический такой вопрос если если бы исполнить так подождите чуть-чуть убирал подчищал все и вологи провожал так я слушаю говорите вчера был такой вопрос если исполнить закон можно ли спастись нельзя одним словом нельзя этот закон позволяет человеку остаться живым на земле но он также умирает и поэтому он не может не природу свою изменить не родиться другим и то чтобы в нем были чувствования которые во христе иисусе правильно просто так тогда христос вообще-то и не нужен жертва его бесполезно а дело в том что были праведники но ни один на небо не взошел ни один потому что по природе своей человек поражен водами все умирают во христе все живут без христа никто не может войти и получить новую природу рождение свыше быть вадимом духом святым это невозможно дар духа святого дается там где есть примирение говорит англотоуст а примирение идет только через жертву христа христос распростящие руки как бы призывает всех не только в объятия но и под него становится и кровь его проливается до человека вот так пасе христос аллилуйя иначе бы и мусульмане спасались буддисты там много хороших людей вот есть такой фильм сбежавшие за да нагреть меня там хороший человек он горит а там в аду много хороших а разбойник был нехороший и вошел первый в рай апостол павел про себя говорит и по правде законной непорочной и в этом можно не сомневаться но если бы он умер до момента как он встретился со христом он пошел бы в преисподние где там шелом так еще вопросы спрашивать люди спрашивает чем отличается присутствие духа святого в пророках от присутствие духа святого в апостолах да ничем не отличается потому что дух один и тот же но тот дух подкреплял а этот живет внутри человека постоянно ему не надо музыку для разогрева как у елисея было ему не надо было так когда давид он все время говорит я и отец придем обитель у него сотворим они все время только и говорили о грехе вместе с народом шли а в новом завете ему я насчитаем рожденный от бога рожденный от бога они даже не знают этого слова ветхозаветнее не грешит рожденный от бога дальше не может грешить такие слова в ветхом завете никто не посмел бы произвести потому когда христос говорил о прощении грехов ты человек и делаешь себя равным богу одно дело поддержать другое дело быть усыновленным и мы не так часто встречаем в ветхом завете чтобы у бога называли отцом там всего раза три я насчитал хотя дух один и тот же там он дух святой им открывал как младенцам а дальше они не знали ничего ни один не мог рассказать про как будет со христом когда он воскреснет и как будет спасение и церковь преображенная ни один это не было дано а в чем выражалось в том что здесь они помилованы они проставляли бога но о прощении грехов о изменении природы не было даже одного слова сказано потому что дух святой с ними разговаривал как с малыми детьми поэтому разрешалось и многоженство и клятва и исполнял ее у нас все другое абсолютно то есть они оставались в естестве падшего они оставались в естестве падшего Адама а апостол уже во Христе да когда начинают такие сравнения делать ну а как что я родился свыше как узнать я вопрос такой задавать никак не могу потому что это моя жизнь 27 сентября 1962 года в 17.00 я впервые склонился перед Богом просчитав 6 глав Матфея всего впервые в жизни увидел Библию впервые в жизни помолился своими словами и когда я встал с молитвы я на того у меня сразу отделение было тот который склонился это другой это не я вот я стою я уже другой я это сейчас все рассматриваю отрезано а не так что сегодня я бросил курить завтра перестал сквернословить послезавтра пошел к своей жене оставленной раньше с детьми нет мгновенное явление и когда человек говорит да я просто так я знаю он в жизни будет многое делать не так он не будет чувствовать когда Господь касается его самое простое его не изменишь с места да он не будет безобразничать по соображениям совести будет поступать но только совести и совесть может иногда подводить и очень круто а здесь я сразу и теперь в этот же день наш лоцманский катерок стоит у верега корабль на рейде меня отвозят туда я только через фальшборд перешагнул и первому матросу я еще ничего не знаю я сразу сказал что живем неправильно Христос умер за нас я не могу ничего с собой сделать вот у меня огонь полыхает я тут буквально к каждому начал говорить как будто это не я совершенно другой член судового комитета пользуется большим авторитетом учусь в высшей мореходной как по нашему сказать университета там школа называется все это завтра будет переначено Латкин сошел с ума все теперь у меня все тут зачеркнуто мне оно не нужно я заходил по улицам это не море я родился в степи но любовь к морю у меня была вложена теперь я понимаю что это означает это свидетельство о будущем моем благовестии по всему миру я все это оставил при том без сожаления одна радость и вот это крещение духом называется не просто там перечислять на каких языках я на других языках мог свидетельствовать говорить о Христе а то что внутри тебя хотя картину такую хотел бы как-то повторить но кто-то бы снял Латвия пришлось уйти из моря вернулся к своей строительной профессии работаем там на изменение рельефа там бетон там булыжники и отбой на молоток кто не работал тот не поймет что это такое у тебя в пальцах мозги в другое место скатываются это не в шахте там воткнул отковырнул и в это время я захожу знакомым которые там рядом а у них ребятишки они по мне ползают я на полу лежу обедал или нет я не знаю я потерял счет времени возвращаясь я сразу единственный ропот у меня был на самого себя как же я могу спать уже пять часов четыре мне все кажется мало много сплю наконец остановился два с половиной часа в сутки остальное время только работы два с половиной часа ну прикинь к себе сейчас сделай это чтобы ты в течении полгода каждый день спал не больше два с половиной часа получится дальше я беру библию уже библия была мне мешают люди мне нужно свободные дни суббота воскресенье провести без людей я иду в лес там распадок как лох такой и я там нахожу такое место где нога может не ступала и считаю но наступает вечер луна я залажу на березу и как шимпанзе вью себе гнездо и утром рассвет солнышко только я на березе там сижу прижимаю библию к себе ну назовите у кого вы слышали такое где нибудь вот что такое рождение свыше и что такое крещение духом святым притом одновременно поэтому на эти темы я рассуждать не могу если человек не пережил я огорчу его а как если я вот так а я уже вижу как так человек который уже крещен духом святым он мог даже и не заметить это а не какой то там рывок у тебя он до всего доходит где бы он не увидел что бы не увидел его все касается он сразу определяет человек этот не хочет знать он только придуряется вот как а другому который это не пережил он хороший очень даже ему надо молиться об этом чтобы господь дал и рождение свыше и крещение духом святым кто не имеет духа святого тот не его римлянам 8.9 вот о чем четче других выразился Серафим Саровский стяжание духа святого во всяком деле внутренней молитве провожаешь и товарища встречаешь никого у тебя будет по другому тебя будут гнать родные врагами сделаются это доказательство того что ты избран они не могут рядом терпеть запах живительный для всех а для них он смертоносный мне этот Бог позволяет испытывать каждый день притом самые близкие друзья делаются самыми лютыми врагами люди обвиняют какой змеющих пригрели на своей груди я не пригревал они думали что они верующие а на деле показалось богохульники дух святой похурили они ничего не чувствуют они уже обречены при жизни они уже в другом месте находятся им это не понять а почему потому что коснулись запретного проповеди касающиеся вас касаются зеницы ока моего когда здесь бывают какие-то споры я ни разу не участвовал никогда но бывает предложение скинул одно сказал и все а он не принимает кому положено тот примет а не положено тут ломать говорит пики не о чем вот поэтому ветки завета от нового завета отличаются очень сильно все спаси христос агнат технович я перебираю документы сейчас по суду что суд то был и как ничего не было все замазали что вы писали мне сейчас пересчитываю заново что самое неуязвимое было здесь это моя личность со мной они ничего не смогли бы сделать как бы но это рассуждение очень хорошее человеческие тем батюшка сказал он и тюрьму прошел ему это все не по чем вроде это по другому господь рассматривает совсем малое свидетельство бывает только поздоровались а адвокат еще ничего не говорил адвокат мы сидим у следователя и он уже на меня смотрит как будто мы давно знакомые а потом и говорит я уже лет пять смотрю ваши ресурсы и следователь я не нашел нигде что она делала что-то со злостью ну у нее так написано она по уставу делала и все она ничего не испортила в ее кабинете были и действия и все все было целое и прокурор который там что как говорил вижу судья все расположены когда пути человеку угодны господу он и врагом его примеряет с ним я ни разу этого не слыхал от баптистов которых судили это Бог делает я сижу в тюрьме приезжает подполковник Никулин Юрий Федорович подполковник КГБ по форме с орденами там какое-то у него событие это он приехал по указанию высшестоящих органов освободить меня а у меня бумага на руках я отказываюсь от освобождения я желаю выйти в суд он вот так взял бумагу постоял перед окном повернулся ко мне нет Игнатий Тихонович вы там на Златоуста мешками распространяете а здесь мразь что вы будете делать и взял порвал все и на машине со следователем на КГБ машине привезли меня домой с Надеждой Васильевной я нигде не слышал это вот это это не уникально это может быть единственное за всю мировую историю те которые посадили те которые сделали все чтобы я больше таким не был короткое время они все за меня что это означает как меня освободили как сопроводители у начальника отряда капитана Словака Владимира Васильевича дали чтобы меня до дому довезли неповрежденным такая забота властей была я ничего нигде не запрашивал это Бог делает там сверху дает указания им а что вы хотели это как я могу хотеть когда я не знал даже про это я доверился Богу в этом доверии Бог на сто процентов проверяет человека вот на пересылке меня подводят пересылка это означает не так что из Барнаула меня надо в Москву требуют меня отдельно не везут меня довозят Новосибирске все теперь я в Новосибирской тюрьме от Новосибирска я иду допустим до Омска и обратно до Омска и обратно на Новосибирской в Омске тюрьме сижу это редчайший случай если где-то что-то там обмен западом где-то тогда на самолете сразу прямым по это рейсом туда дают вот я открываю камеру сказали открыли камеру меня втолкнули молодой человек встает вы Бог я говорю какой же я Бог я человек у меня сон был я вот рассказал тут сидит один я сказал что сегодня нам в камеру Бог придет я говорю это правильно сказано вы услышите о Христе о Боге о Его служителе я достал сразу Новый Завет он до утра его переписывал вот как Бог делает он путь пролагает твой не заботиться я не заботился я и не знал что там такой человек сидит я могу его биографию рассказать все на пересылке а человек говорит я вас уже два года здесь жду заключенный который выдает матрасы облеванные а почему мне Бог сказал что вы придете сюда а эти которые ведут женщины две дубайщики называются дубаки куда же вас здесь я говорю где табака нет так он везде она говорит так в ШИЗОЕ посадить штрафной изолятор ну и повели туда завели а дым то и там проникает я говорю так он и дым здесь она побежала швабры достала а там окошечко где она трынь только стекло полетело воздух свежий с улицы они меня первый раз видят а когда провожали когда на психиатрическое исследование это по требованию власти делают так экспертиза ну там несколько дней там неделю меня держат и держат ждут свое светило из Москвы институт сербского и приедет Мазур Моисей Ааронович какой же он нации интересно и дальше будет беседа и какая мне дана характеристика и как меня отправляли оттуда сестры говорят Кидорова мы на пенсии никого так не провожали как нас так вышли еще которая машина везет наказали чтобы меня не обидели и тронули два мешка полных там галеты там что только не было там сахар что можно было там с собой там кружку ложку все заложили я там сколько был они все как будто бы специально Господь послал таких добрых людей я рассказываю не в сказке для слова Божия нет уст там все описано и когда я рассказываю описано о так вы сотрудничали с ККБ а как я сотрудничал думает меня этим сбить ну расскажите а что вам скажут когда не знают биографию я а ну как ну вас же агитировали меня он пока только думает а я уже его стараюсь перевести в разряд тех слушателей которые обратятся ко Христу и у него ни одного даже попытки не было там бывают как говорится вербуют то сделаем льготу то а я ему сразу говорю о Христе он еще даже слова не промолвил я уже его обкладываю со всех сторон великими камнями которые дал Господь на которых как фундамент угловой вот на мне такие звезды получили Беденко Александр Семенович он был майор а стал кажется генерал-лейтенант в охране президента я говорю много много целые кабинеты за вас подняли в росте и мне я живой зачем я живой бог его знает может сейчас сидеть и разговаривать с вами все а то я раздолюсь как море здесь а вот там письмо было это шитиковый она живая нет кто шитикова шитикова да нет она же живая нет говорю живая она но больная мне даже звонили а его выводили сильно больная я вот смотрите фотографию какую покажу я не знаю видно нет вам это митрополит Сергий видно видно вот такую фотографию сделали там я не знаю кто стоит рядом да батюшка отец Аким вот такие фотографы были там РИО новости там то есть центральных органов вот они фотографировали и все сюда принесли привезли и подарили вот так я бы многое мог показать фотографии привез но тут уже не до этого это потеряевка сверху вид озера с которыми я вожусь ну все как надо а это вот приехали люди Ян Суворов когда батюшка каждый год ездит брат его вот который где так минутку вот в черном одеянии пальцами показываю это Ян Суворов он был кажется диаконом когда отца Акима рукополагали а это его брат рядом где у нас была ставка а там второй кадет и кажется бывший губернатор их области который попал под суд ну молились или как Господь его освободил они приехали потеряевку какие фотографии отменные большие вот так почему Павел говорил радуйтесь и еще раз говорю радуйтесь 11 раз слово радуйтесь послали к филиппийцам когда он был в тюрьме спрашивает иногда вот которые воюют против вас которые там родные могут обратиться в это я не верю по всем признакам они похулили Духа Святого у них нету миллиметра нет подвижки к Богу к раскаянию нет то есть дьявол захватил всю территорию все вопросов нет спасти Христос а спасти Христос ну во славу Божию Николай Георгиевич там два Николая а Сироткин я здесь Николай нету мне бы хотелось с ним побеседовать он так много сделал по нашим ресурсам даже невероятно много Вячеслав Сергеевич выведи его на меня как-нибудь он слышит и выйдет здесь показано показано он здесь вот так я вижу что как он все оживляет оно лежало в складе у меня уже там продавило то место а он все оживил я теперь оттуда которые наши кто-то знает берут а я теперь там уже раскрашиваю чтобы обязательно черным курсивом делаю красным где места из священного описания выделяю а потом выставляю для людей рассылаю как подарок ну все тогда отхожу мир всем спасибо Христос за молитвы Игнат Тихонович вот откровение 2.5 там написано и так вспомни откуда ты не спал и покайся и твори прежние дела а если не так скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его если не покаешься вот здесь в толковании написано мы часто не знаем в чем кается никого не убив и не ограбив мы иной раз не понимаем в чем же кается а Господь говорит покайся что потерял первую любовь кто из нас и не так нет не тут извините там нечего добавить там все разъяснено толкование а толкование давать на толкование это как-то не принято так там все сказано об этом светильник это моя жизнь не все первая любовь если ее не было то есть говорить не о чем у православных этот вопрос даже не поднимается никогда так что здесь толкование то есть комментарии дать на толкование а толкование всех святых отцов собирал отец геннадий фаст и когда мы готовились вот издавать трехтомник я сделал ему запрос а он его писал то толкование собирал по моему благословению как он пишет в самом начале у меня на дому был когда то здесь говорит как-то неудобно на толкование наше что собрали да еще и комментарии но я поэтому ни одного комментария не дал и думаю что не просчитался тут все ясно конкретно что слово какое не ясно тут можно пояснить вот смотрите вот получается Ефесская церковь она приобрела вот написано опыт дела делает Божий а любовь потеряла а как она делает дела-то Божьей без любви ну а тут говорится не просто без любви а первой любви ага вы посчитайте что да она делала привычка бывает когда полюбить человек делает он уже не думает ни о чем ему надо помочь куда-то а первая любовь была не такая вот вы если женатый человек вспомните или ее спросите вот девочка девушка уже выросла матери спрашивает как ты моего папу полюбила она говорит дочка придет время ты сама узнаешь один раз в год сады светут один раз в год помните как попел Анна Герман вот это первая любовь мама крадущая плакала радовалась за нас а тут черешня переспелая дорогу перешла и так у нас какие-то обстоятельства что-то где-то как-то не оставляй первую любовь огонь чтобы горел все время где бы только что не было кого послать Господь говорит и мы видим молчок Исаия говорит меня пошли даже забыл какой рот у него что нужно было очистить Господь очистит Господь благословит Господь укрепит поднимет а эти которые есть собрались через которые или соблазнители как будто бы что-то они успели но если первая любовь она пережжет все они еще не успели у них ничего нету а у нас есть любовь первое с какой радостью я вспоминаю во сне вижу как первый раз получил Евангелие как первый раз я выпросил молитву слезную и не мог остановиться он Бог дает надо просить все-таки вовремя остановиться у нас была засуха помолились о дожде ну помолились батюшка служит второй литургией здесь в храме дважды служат ну в другом правда на престоле дождя прописи да и знай как пошел дождь напротив нас линия железнодорожная ее подмыло на вокзале где вещи хранят там сейфы все затопило машины поплыли вот так любовь Божия которая даруется и она первая ее нельзя никак передать словами нет придет время если ты у тебя будет то так а если не было просто ходил привыкал человек делает он никого не слушает делает как ему кажется правильно а вот в этом совете может как раз то что уже у меня потеряно он берет все на анализ записывает просматривает молится это большая разница а если ты не имел первой любви беда поэтому все головным мозгом решает а вот а вот так ему даже ничего не говорили а Бог уже открывает почему любовь я от вас уже Господь ведь ничего не скрываю все говорю вы друзья мои вот так вот так спаси Христов все понял просите Бога об этом я говорю первый раз я просил Павел говорит со слезами учил день и ночь а у меня нет слез работаю на корабле у меня стопроцентное здоровье повторяю туда хилых не берут деньги все есть а в душе пустота и когда Бог позволил мне увидеть Евангелие мне никто не уговаривал не считал не показывал просто новый завет на столе лежит и через полчаса моя жизнь полностью изменилась полностью 60 лет этот огонь горит вот вы здесь сколько вас тут людей ну я не знаю какая ваша жизнь будет но образуйте общину хотя одну одну на всех ведь не получается а почему народ разный на самом подходе сатана все в дребезги разносит а у нас хорошо или плохо две общины приезжают люди каждый год на крещение а такое простое дело собрать вместе людей э нет это очень непростое это нужно чтобы руководил Дух Святой враги будут а враги даже не понимают когда они нападают всякие говорят гадости они венец плетут потом мы считаем когда будут поносить ваше имя как неугодное Господу радуйтесь и веселитесь велика ваша награда на небесах так гнали и пророков бывших прежде вас остальных никого не трогают значит у них этого нету вот на меня сколько нападок и с этой позиции я вижу ни у кого ни к кому такой любви у Бога нет как ко мне по гонениям по поношениям кто-то насчитал чуть не 200 роликов в интернете против меня идет священники там архиереи рядовые сектанцы старообрядцы а я ничего не говорю кто меня знает а только что говорит Господь как порог Михей что скажет Бог то из реки и я а почему зависть по зависти продали стефа убили стефана по зависти убили его иосифа продали христа зависть страшная змея я всегда спрашиваю а вы никому не завидовали один раз не завидовал а пожелал иметь этот талант у баптистов два брата высокий ростом и вместе вы еще петь такие голоса я подумал вот мне бы так а работаем на крыше я бы запел полгорода услышали а мне сразу как голос как я не слышал тогда тот дар который у тебя есть сердца в людей кто бы они ни были а этот дам я нет не надо Господи не надо вот и все надо определиться себя мне вот дан дар такой быть с униженными заброшенными людьми я комнату свою одно время все время оставлял открыто и бомжи с вокзала толпой шли жили пили ели спали ключ убрал кто это сделает а надо ли это делать а у меня так и было и потом только случайно там встреча была с адвентилистами и один подошел прилично одетый с бородой а я к вам приходил когда бомжом был а теперь я выбрался из нужды квартира есть там все у него у меня настолько необычных событий было в жизни когда начну рассказывать конца у вас нету а у меня каждый день необычное только вчера опять необычное вот только сатан клещ пился то и тоже необычное сколько поднялось чтобы такое прекрасное стихотворение переложили чтобы из другого государства составили ролик из него пел чтоб на гитаре во франции уже а всего клещ головка оторвалась но если знаете в интернете покажите вот как бог делает из ничтожного извлекай полезное господь говорит я сделаю тебя как мои уста а хвалящийся хвали с господом я господом хвалюсь не я моего там ничего нету но я прислушался сказали я хирургу там я поехал дорогу остановили сказали не надо показали ваш снимок сказали не надо пройдет там то другое делать сказали келене барабаш она будет там какой-то ну рецепт знает ну пожалуйста там соль на воде разведена это не лекарство я все выполнил что говорили не так что я знаю отодвить от меня я внимательно прислушаюсь даже враг он говорит я каждый раз еще сильнее молюсь за него у него ничего нету больше нету меня бы не было его сатана задушил бы а так он маленько сбрасывает энергию творит волю дьявола и дьявол его пока щадит он за мной спасается за мной подглядывают сотни людей если не больше за все благодарить первая любовь все пережигает у меня есть эта любовь а у них нету я вот на ваши лица смотрю которые были знаю уже ну тут ни один ни два которые были по порядку буду смотреть вот Николай Кузьмин вот которые здесь были Вячеслав Семенов Ольга Матина вот тут еще Александров несколько Виталик Сталинников и они знают что это я не надуваюсь как индюк как есть так и говорю и так и молимся мы о всех молились все что скажет Бог то из реку и я заученные фразы у Михея к такому в рот не заползет змея не нанесет он в уши ахинею его заклинило на этих вот словах что грамота дипломы институты не умолчу вы можете плевать кто поступал иначе были плуты жив мой Господь и что скажет мне мой Бог то из реку и я и не словечко против замучились с Михеем сбились с ног а он за старое пророк совсем нет кроток патриархийное священство в рот глядело уполномоченным поставленным им от власти а он один твердил свое так смело за стол не лез отведать горькой сласти жив этот Бог Михеев и сегодня с утра он жив все тот же что вчера он ищет вновь таких кто в деле годен и страх имеет как изрек серах напротив одного с с кадилами сенот и патриарх а он для них в горшке разводит бренья от ревности мирской всыпает прах он поет их у них вспухает лона вы видите пузатый легион панагии лежат чуть-чуть с наклоном не могут совершить они один поклон опухшие продажные слепые не могут до купальни добрести о сколько жеребцов не хватит пыли кому доверились мы господи прости Михея просит все архиереи умолкни из реки добро о президентах он снова наяву в эфире реет разоблачает и рычага агентов 2003 год игла но тут песня есть вот я сегодня только задумался Вячеслав это вообще никак нельзя как-то сказать что так случайно все случайно это не бывает так вот сейчас рождается кто называет как им надо Карина Малина она родилась какой день надо смотреть я родился 28 мая по старому стилю по новому 10 июня и который крестил меня он не спрашивал как назвать а там имена и Игнатий и Ифтих Ифтихи даже более редко но Игнатий с Ифтихи сойдутся когда вы знаете Ифтихи 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 один был я сколько посмотрел никогда Ифтихи не встречал Ифтихи не встречал Ифтихи и он со мной встретится и будет моим Ифтихи 13 лет так это не все еще когда мы были только образовывались и мы претендовали на консерваторию это как она называется за звездами следят вот как она называлась а была церковь и потом оказалось что она называлась Крестовоздвиженская а у нас Крестовоздвиженская и у них был священник старообрядец а я и старообрядца и священника звали Игнатий Тихонович да вы Игнатия тут не найдете а Тихонович Игнатия вам вообще не найти это что случайно все его 28 мая арестовали а я 28 родился это что случайно и по порядку вот я Игла Игнатия Ла Лапкин Ла Ла большое и что что интересно слово лапка встречается только один раз в Библии у паук цепляется лапками но бывает в царских палатах у меня знания маханькие и я цепляюсь и дошли что президента мои книги стоят у патриарха и проник туда дальше Игла Игнатия Лапкин встречается один раз в Библии слова мудрых как иглы вбитые в гости иглы они на мне сошлись тоже один раз ну со своих составьте там первые две буквы возьмите или даже три имени и фамилии поставь все получится у меня игла а когда я закладываю перевод они иголку показывают переводчики механические они большую букву не замечают вот это разве все случайно и поэтому как образец я могу сказать вот у нас интернетное сообщество ну прекрасно но если бы мы в одном месте жили то мы не так бы вели себя вот я гляжу тут у нас новые люди есть голова наполовину не покрытая но она Оленька догоняется догадается о ком я говорю вот а здесь было бы сделано замещание или совет и так каждый раз вот сколько есть здесь людей то мы разные довольно но которые у нас были они вписались какой у нас порядок как стоят где женщины не ходят не торгуют у нас ну создайте общину договоритесь в том одном городе и создайте общину не получится а почему патриархия корни отрежет а когда мы образовывали в это время здесь были епархии от зарубежной церкви вот момент был какой я как к этому моменту родился и обратился и поэтому сегодня не создать ты должен создавая под каким-то крылом там к Агафангелу пойти к Тихону Омскому зарубежная церковь патриархия не разрешит она сразу тебя испепелит вот штука то какая это все содействует ты бы хотел быть исповедником а сегодня не берут а меня арестовали неоднократно иду по тюрьмам лагерь дальше только мученик выше меня но я не мученик мне говорили вот вы едете в Чечню несколько раз мы знаем вы хотите быть мучеником но молодых то зачем с собой берете а я еду и молюсь мы подъезжаем грозно мы там в кусты забились где то они легли отдохнуть а я хожу и молюсь и нас встречали как родных голову не резали и там сфотографировались с этими щеченками в библиотеке вот так это надо родиться вовремя а это от нас не зависит Бог знает кому что назначил кого-то возлюбил кого-то возненавидел вот у меня брат моложе меня ему это целина трава который старше был тоже не нуждался а который рядом со мной с другой брат стал священником вот штука какая вот так Игнат Тихонович вы когда уверовали у вас такой есть стих что от вас то отец ждал что вы будете поднимите всех то есть будете там профессию иметь в миру какую-то да и когда вы уверовали он очень сильно расстроился и чуть ли не вас убить не хотел убить даже по моему только там другое было где-то я что-то сказал не так и главное я зашел а как заходишь у нас стенки а потом кладовка рядом и там замок большой его не было замка я зашел туда спать отец в это время с топором проходит мимо а мать повешала замок и отец не знал он не трезвый был и все я остался жив опять крылом только повеяло да кажется я не один он искал с братом это бог делает я написал как в басне надо б на беде случиться служить греху смертельно я устал в мечтах меня ты видел коммунистом а я нашел воскресшего христа это у меня стихотворение такое прямо из сердца вырвалось а потом умер отец по христиански там исповедовался и все он инвалид войны был левой руки у него не было почти под самое плечо десять ребятишек пять он когда в итоге то когда он сидел там с другом или с кем то и они о чем то говорили и он же сказал что нет говорит все таки если веровать то как мой сын и на вас указал отстали кто то там подсмеиваться за столом выпивали у нас а его это задело сразу ну если веровать то верить как мой сын а потом сидят Надежда Васильевна приехал Василий Фадеевич ну сидят они там то ли выпили и разговаривают и вот говорит у меня говорит это дочка то Надежда то она так училась хорошо там отрищица была а тут вот что то сделала с головой она начала о Христе говорить и а мой то дурачок точно так же говорит я так надеялся на него говорит ну нашли друг друга они ну вот так сердечки летят надо Богу доверяться голыми руками не махать а Господь даст в руки или меч или крылья тут мне передали сегодня насколько достоверно Елена Гладыщук что то просит молиться что то заболела или что а у Татьяны в операцию сделали Кузьминичный Капустина она уже дома Игнатий Тихонович вот есть люди которые живут чужой жизнью ну как живут за счет того что обсуждают смотрят следят критикуют это что за тип людей такой и почему Господь для чего Господь такое допускает то есть это ну чего Иса обгнал Иякова с войсками вышел на встречу должно это быть и должно так перенести у них ничего нету этих и они гонят они у них Христа распинали а зачем 40 человек заклялись не пить и не есть ножи наточили в печи одного человека убить вызывайте его ну Рубик который считали что он там этот Освальд убил Кеннеди то а на завтра попросили его вызвать там то другое а он кинулся и тут же застрелил его вообще я президента люблю когда спрашивают сестра говорит он президента любил только на ассигнациях на долларах надрисованного вот так они это у них избрание такое и вокруг него вот эти люди там такие же как он или она у них ничего нету и они друг друга в этой каше молятся в этом змеючнике то в чужой блевотине кто еще скажет для них плохое они собирают от меня ничего не зависит говорить им нельзя когда я ничего не отвечаю нигде и они на одном месте топчутся но если я скажу одно слово и они после этого целый год с ума сходят настолько оно весомое они тогда все поднимают анализы делают и ничего не могут доказать а я просто сказал это их участь такая плести венок на мою голову златоуст говорит сплели больше моей головы он опустился до плеч а голова осталась неувенчанной за все блаженства девять блаженств только за одно великая награда когда когда поносить будут ты искусственно это не можешь делать ну пойти там что там делать плохое а за мной то они ничего не знают они все мне обязаны жизнью своею их бы на земле не было если меня не было я познакомил отца с матерью их привез домой задать что не слушали и другое что где-то делают они у них даже у деда там герой веры был а евангелия не было на русском языке я им подарил они это все неблагодарные вот он строился там неблагодарные анализы поехала куда-то там помогал неблагодарные они богу не нужны если господь благословит то через неделю батюшка приехал я прием тут проповедь не говорю уже теперь а так в субботу буду говорить о благодарности довольно необычно я посмотрел какие кто когда говорит проповеди я даже свои проповеди если это считаю стараюсь перед проповедью на эту же тему не трогать вот сейчас Каримов здесь он считает не знаю уже пятый раз наверное в моей проповеди на псалом 103 столько проповедей вот считает канон Андрея Критского ну считает за раз за один день пятая неделя среда а я вам в университете разбирал передавал больше полгода наверное ушло 103 это уже точно топтались каждое слово разъяснять так я смотрел читал какого-то профессора труды который описывает как происходил суд ну как суд судилище над Иваном Златоустом и там он описывал обвинение я не знаю где он взял какие против него обвинения собираются ну вот этот противник его епископ главный он собрал всех кто за всю жизнь что-то имеет на Златоуста и все обвинения то есть на него были высыпаны Златоуст сам не приходил на этот собор потому что там был председатель как его Феофил что ли его звали который гнал то Златоуста Феофил Александрийский патриарх да 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 которого даже каноны есть в этом в канонах есть его правила да и там такие обвинения были то есть его приглашают на какое-то застолье а он не идет гордый то есть обвинение в гордости потом в баню когда он идет а там как-то бани были которые прям при храме они были почему-то и а баня как общественная что ли и как для всех я не понял это и бани закрываются то есть баня он когда идет в баню баня закрывалась гордый то есть все обвинения которые я про него просмотрел ну они вообще смешные как бы если с христианской точки зрения посмотреть но сегодня все то же самое в этом же самом обвиняют людей да вот я тоже это знаю вижу смотрю были там три брата высокий ростом их называются братья долгие ну и они что-то там где-то обвинять стали что приверженцы оригена а на оригене они там все обозлились и они из пустыни бежали к Златоусту а Филопил нанял патриарх нанял воинов напоили и пустили по пустыне и они доходят там маленький монастырек так у вас были такие нет мы не слыхали ага скрыли вырезают всех десять тысяч монахов убили по поручению этого патриарха его даже не не низверли ничего и Златоуста обвиняли что он блудник он говорит а еще могу сказать на это ну разденьте меня и посмотрите боже я для этого или нет доказательство какое в голом виде вот вот почему златоуста второй строительной статья была когда меня посадили и когда я освободился и тот же Титов Виктор Иосифович он тоже написал почему я златоуста второй строительной пишу без кавычек когда я пришел а там Юрий Алексеевич был главный редактор я говорю вы хотите чтобы это Титов вам писал я говорю да вы доверяете я говорю абсолютно он хорошую статью написал они обе помещенные для слова Божия нету это Бог знает кому что надо а тебя когда не трогают если человек одно слово скажет и он там и плакать будет и какие вы верующие а мне нужды нету как старого быка чем больше бьют тем шкура толще а вы не могли бы найти пропеть здесь Виктор Николаевич поет что скажет Бог то изреку и я новеньких было бы интересно прямо зарядить по нашим она в интернете поется я не знаю только будет ли звук только но это так это что это такое Продолжение следует...